В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. 130 кустов сирени. Энергетики занялись озеленением «Али и дружбы». Открыли сезон. Состоялась первая репетиция Оркестра народных инструментов. Оператор и фотохудожник не стала Вячеслава Павловича Федотова. В Кандалакшском районе продолжается акция «Зеленая Россия». К участию в ней подключились все, без исключения предприятия и организации нашего города. В Кандалакшане проводят субботники и мероприятия по благоустройству. Так, в частности, сотрудники каскада Невских ГЭС уже организовали большую генеральную уборку на Куловицком водопаде. Ну а сегодня энергетики занялись озеленением «Али и дружбы». За последний год улица 50 лет Октября значительно преобразилась во многом благодаря неравнодушным жителям нашего города. Вместо стремящихся ввыся, старых тополей и неухоженных дорожек здесь заложили «Али и дружбы» с зелеными газонами и причудливыми скамейками. Совсем скоро здесь установят и первый памятник – тюленю. Одному из символов, как считают многие, нашего северного городка. Ну а чтобы картина выглядела завершенной, сотрудники каскада Невских ГЭС высадили сегодня здесь кустарники. По ОТГК-1 существует программа по озеленению больших и малых городов. И город Кандалакша попал в эту программу и были закуплены саженцы. Садили сегодня инициативная группа, небольшая, но дружная компания представителей работников каскада Невских ГЭС. Надеемся, что все у нас приживется. В следующем году будет аллея красочная, красивая и шикарный город получит вид. Больше ста кустов сирени и спиреи силами молодых энергетиков было высажено сегодня вдоль всей улицы 50 лет Октября. Растения морозостойкие и привычные к суровому северному климату. Так что с приживаемостью проблем быть не должно. Печальная новость не стала Вячеслава Павловича Федотова. Его называли легендой Кандалакши и ее живой памятью. А он считал Кандалакшу своей спасительницей. В наш город Вячеслав Павлович приехал еще ребенком в годы Великой Отечественной войны. Здесь на севере его семья спасалась от голода, разрухи и немецких бомбежек. Работала в клубе железнодорожников и Доме офицеров киномехаником. И собственным корреспондентом и оператором Мурманского телевидения. Имя Вячеслава Федотова на слуху у многих кандалакшан. Когда-то сюжеты, которые он снимал, будучи собственным корреспондентом и оператором Мурманского ТВ, транслировались на всю страну. Кино было главным увлечением всей жизни нашего земляка. Параллельно с ним шло второе хобби – фотография. Потому что эти направления родственные, объяснял Вячеслав Павлович. На его снимках – кандалакша, ее достопримечательности, люди и природа. К нашему городу у Вячеслава Федотова было особенное отношение, основанное на благодарности. А отчеты перед земляками в виде фотовыставок он считал своим долгом. Каждая выставка у меня начинается с города, с видов города. Потому что кандалакша меня спасла от смерти. И я ей благодарен. И поэтому каждая выставка у меня начинается с экспозиции о нашем городе. В наше время назвать себя фотолюбителем может каждый второй, если не каждый. Что проще – достал мобильный телефон и запечатлел то, что понравилось. А вот у настоящих фотохудожников все по-другому. У меня такая камера Яшика, да, японская. Вот, иду, у меня газеты купил, вечер, закат в районе консервного завода, а камера у меня в кармане. Дача у меня в Холвице. Когда у меня есть свободная минутка, я иду с аппаратом и снимаю, да. А так, ну, понятие такое, что пошел и снял выставку, такого не бывает. Фотографии накапливаются. И накапливаются хорошие фотографии довольно долго. Это сейчас вот это, по 150 штук на щелкой, а пленка-то же дорогая. И каждый кадр продумывал отсюда качество. Вячеславу Павловичу Федотову было 87 лет. Прощание с известным в нашем городе и за его пределами оператором и фотохудожником состоится в эту пятницу, 22 сентября. Хореографические и музыкальные коллективы нашего города открывают новый творческий сезон. Для Оркестра русских народных инструментов, которым руководит Любовь Давыдова, он станет уже 47-мым. Первая встреча коллектива состоялась накануне и прошла на достаточно необычном формате. Песня. Первую репетицию оркестра его руководитель Любовь Давыдова решила сделать открытой на занятия. Приглашались все желающие, кто знает коллектив, кто любит народную музыку. Новым людям оркестранты всегда рады, тем более, если они не просто приходят посмотреть и послушать, но и выражают желание вместе работать. Так в этом сезоне в дружный коллектив вольются новые участники – музыканты из Кавдора. Наш руководитель уехал. У нас в Кавдоре некому руководить. Оркестр есть, а руководить некому. Мы решили здесь попробовать. Посмотрели, у нас партии были труднее. Я думаю, что мы справимся. Нынешний творческий сезон обещает быть богатым на мероприятия. График выступлений Оркестра народных инструментов на различных площадках города и области уже составлен. Не хочу свои планы-то рассказать, но у нас ожидается сольный концерт нашего солиста Сергея Шишова. 8 декабря планируется проведение большого юбилейного мероприятия, посвященного 60-летию Дворца культуры «Металлург», в котором примут участие и все работники Дворца культуры, и творческие коллективы, в том числе и наши оркестры. Планов много, настрой боевой, а пока музыканты готовятся к выступлению на региональном конкурсе «Кольские наигрыши». Он пройдет в конце ноября в городе Кола. Настоящему таланту зачастую бывает тесно в нашем маленьком городке. Молодые, яркие и перспективные ребята покидают Кандалакшу, но радуют то, что не забывают. Приезжают и делятся своим творчеством с земляками. Ровно через месяц, 21 октября, в Кандалакше пройдет большой концерт Виктора и Демьяна Шумковых. Ты забудешь обо мне, на сиреневой луне, может только на бровенье. Оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю зажилия. Участники третьего сезона телевизионного проекта «Фактор А». Дипломанты международного конкурса «Арктическое Евровидение», финалисты телевизионного проекта «Новая звезда». Это все они, Виктор и Демьян Шумковы, талантливых исполнителей, выросших в Кандалакше, знают по всей стране. Наши ребята записывают новые песни, снимают клипы, много гастролируют, покоряя своим талантам сердца миллионов зрителей и слушателей. Но нам повезло больше, ведь свою новую программу ребята по традиции представят сначала в родном городе. Большой концерт «Братьев Шумковых» состоится в Кандалакше в ДК «Металлург». 21 октября там будут звучать новые песни и уже полюбившиеся горожанам композиции в исполнении Виктора и Демьяна. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас ровно в 19.00 на телеканале ТНТ «Кандалакша». Всего вам доброго, хорошего настроения и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok